Вот Бог-любовь, это замечательно, но христианство существует две тысячи лет. И сказать, что любовь нарастает, очень трудно, скорее наоборот. Больше того, в советский период все-таки отношения между людьми были лучше. А сейчас, когда христианство возрождается, то отношения, не сказать, чтобы они наполнены любовью, а скорее наоборот. Вот как вы это видите? Почему? Это вопрос, который, мне больно, действительно возникает в сознании очень многих. Что происходит с мировой историей? Вы знаете, любопытнейшая совершенно вещь, что великие святые, которые жили в IV, V, VI, VII веках, как-то ещё в I тысячелетии, о чём говорили? Что уже не будет таких святых, какие есть вот в данную эпоху. Афанасий Великий, вы знаете, таких немного, как великие, которые церковь называют. Афанасий Великий говорил, мир пришёл от тьмы к свету. Он говорил о чём? Вот это было язычество и так далее. Так, пришли к свету, христианство, а идёт и закончится от света к тьме. В чём вопрос? В чём причина? Вот вопрос. Вы знаете, происходит какое-то всё-таки вырождение человечества. Это я пытаюсь ответить. Вы знаете, вот возьмите, вот стоит дерево, дуб, несокрушимую, мощь. Кажется, никогда во веки веков он не упадёт, падает. Видимо, я думаю, и человечество также вырождается духовно, уж не говорю физически, это мы все сами видим, психически. Бесспорно! Вы обратили внимание? Это и у нас, и за границей всё большее количество психически ненормальных людей. Всё больше и больше вообще больных людей идёт вырождение. И это вырождение касается и духовной стороны человеческой личности. В отношении того, что вы говорите, в советское время было лучше и чище, чем даже сейчас, когда позволено церкви возродиться. Я вам скажу так. Мы не знаем, когда и что лучше. Как-то однажды мне пришлось выступать в Германии в советское время. Зал вот так. И, сами понимаете, какой первый же вопрос. В Советском Союзе каково положение церкви? Она гонимая. У вас церкви почти нет. У нас свобода христианства. Мы здесь свободны. У нас церковь свободна и существует. Я им ответил. Я вот сегодня зашёл к вам в воскресный день, и у вас в храме, у протестантов, по-моему, кажется, у вас стояло всего 10-15 человек, сидело. У нас, где вы говорите, церкви нет, так полны храмы, которые есть ещё. Люди стоят зимой в шубах, вплотную друг к другу, стоят часами, а не сидят. И я вас спрашиваю, как вы думаете, где же больше веры и церкви? У вас в хороших сиденьях и по 5-10 человек. Или у нас, когда вот стоят, как сельди в бочке. Я говорю, вы в тёплой водичке здесь лежите в ванне, а мы под холодным душем. А душ холодный лучше всего тонизирует, по крайней мере, много лучше, чем тёпленькая водичка, в которой вы купаетесь. Вы знаете, просто были аплодисменты. Они не ожидали такого. И действительно так и есть. В советском... Вы знаете, Иоанн Сатоуз говорит такую вещь. Худшее из гонений... Подумайте только! Худшее из гонений – это отсутствие гонений. Мы расслабляемся. Мы свободны. И очень легко здесь начать, знаете ли, ну, скажу такое слово – баловаться. Вот в чём дело. А когда гонят, человек концентрируется. В церковь уже не пойдёт человек просто так, а пойдёт только тот, кто действительно верует и который готов даже пострадать за свои убеждения. Свобода церкви, о которой так ратует весь Запад и который добивается этой свободы, далеко не всегда это прекрасная вещь. Далеко не прекрасная. И скажу вам так. В советское время нравственность и нравственные принципы жизни ещё были те, которые прямо заимствованы были очень во многом из Евангелия. После этого теперь какие нравственные принципы в нашем обществе? Посмотрите, что творится всюду, пропаганда чего совершается. И надо же понимать, что христиане откуда веруются? Сейчас вы подошли крестить меня. Ну, крестите, пожалуйста, креститесь. Пожалуйста. Ну, немножко веруйте. Ну, веруйте. Всё в порядке. А если возьмёте, например, древнюю эпоху, так там пойдёт креститься только тот человек, который готов был завтра умереть в пасте льва. Вот была чистая церковь. Поэтому, знаете, вот эти вот все свободы, они очень условны и они очень относительны. Спасается человек не внешним исповеданием своей веры, совсем не этим. Рассвет церкви характеризуется совсем не количеством храмов, монастырей и школ. Церковь – это человек и христиане, и её достоинство церкви оценивается по тому нравственному и духовному состоянию, в котором находятся христиане. Но, я, может быть, пессимистно скажу вам, что, конечно, дух христианства ослабевает. Ослабевает. Никто не хочет не только бороться с собой, но даже говорить об этом не хочет. Я вот обращаю внимание, сколько христиан в мире. Огромное количество. А попробуйте полистать интернет и найти, например, такую тему. Насущные проблемы духовной жизни сегодня. Я уверен, вы не найдёте. Вы найдёте проблемы экономические, социальные, спортивные, молодёжные. Найдёте фестивали, найдёте конференции. Вы нигде не найдёте темы, где бы занялись человек. Я говорю о христианах, вы слышите? О христианских церквах, я говорю. Нигде не найдёте темы о том, о насущных вопросах духовной жизни современного человека. Нет этого. То есть происходит вырождение христианства. Вырождение, слышите? Не возрождение, а вырождение. Ещё вот сохраняются последние ещё какие-то остатки. Ещё, слава Богу, у нас сейчас, например, издаются книги, святотеческая литература. Но на фоне вот этой небольшой святотеческой литературы сколько издаётся литературы совсем другого характера. Какая? Чудеса, 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 чудеса. Господи, Боже мой! Вся религия в чудесах. Фестивали, фестивали, фестивали. Только одни праздники. Это что такое? Простите. А вы знаете, один из святых как хорошо сказал? Чудеса, вызывая удивление, мало способствует духовной жизни человека. А! Ой! Исцелил! И что дальше? И дальше что? И ничего. Вы только посмотрите! Стоят гигантские очереди подчас к некоторым святым. А вы спросите их, с чем они стоят? Вот, тысячи стоят! Спросите! Возьмите магнитофончик, подойдите, и вам скажут, с чем стоят. Вы думаете, что кто-то там стоит с вопросом, как бы мне избавиться от тщеславия? Какие наивные! Какие наивные! Как бы зависть победит? Да вы что! Нет! Стоим другого! У меня муж загулял, у меня сыночек пьёт, у меня с дочкой плохо, у меня печёнка, у меня селезёнка. Слышите? Христиане чем заняты? Исключительно материальными вещами этой жизни. Дай нам здесь благо! Быстрей! Да, мне сегодня исцелили печёнку. Через год я умираю, так и все мы умрём. Христиане современные уже забывают о том, что смысл жизни не здесь получить максимум всего, а подготовиться в конце концов. Мы все окажемся там, и не пора ли подумать? Но об этой стороне жизни меньше всего разговоров. Меньше всего. Мы говорим только о праздниках, мероприятиях, о социальных программах, образовательных, о чём угодно, только не о душе. Только не о душе. Слышите? И как в страстях находимся, так и даже не знаем, как из них выйти. А ведь есть замечательная наука о том, о том, как нам исцеляться от страстей. Вся суть христианства в чём? В исцелении от страстей. Вот в чём вся суть христианства. Но, увы, это становится всё меньше и меньше действительно темой наших христианских разговоров. И это беда. Поэтому христианство незаметно будет уходить. Уже Тихон Задонский, святой, наш святой, 18 века, первой половины 18 века, вы знаете, что писал? Это 18 века. Христианство незаметно удаляется от людей. Остаётся одна внешность. Одна внешность. Я православный, я хожу в храм, исповедусь в причае, ставлю свечки, подаю записки. Но попробуйте меня троньте. Я вам покажу тогда, какой я православный христианин. Вы все взводите. Называется христианство. Да что проку от этих свечек? Скажите, что проку? Если человек не борется со своими страстями, вот что происходит, вот в чём причина. В этом причина. И выход, то есть не выход, а сдерживающим началом этого процесса деградации является каждый из нас в той степени, в какой он всё-таки поймёт это и постарается в своей жизни сделать с собой, что может слышать, не с другими. Других-то мы спасём всех на свете. А с собой. Вот это будет действительно великое дело. Ибо добро, в принципе, бесконечно сильнее зла. И одна только спасающаяся душа принесёт неизмеримо больше блага, чем мы построим тысячи церквей. Вот так. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ